Так, давайте включим запись и поедем уже Въедем в трансляцию Команда Fnatic Шнекл, Сноутейл, Стэндинг, Фицки, Эра и Джейкей Джейкей это... Боже, кто же он есть-то? Я забываю всё время Сейчас я посмотрю их Но это игрок основного состава Я не знаю, почему он подписан именно так Сейчас Буквально одну секунду Это Хани Это Хани, немецкий игрок Но вот почему-то у него сейчас флаг США Не знаю, может какая-то ошибка была в профайлах Но это точно Хани, потому что Когда, я помню, был дисконнект Обсуждали, что вот, мол, Хани не может приключиться У него нет интернета Так что... Так что вот так вот Ну, во всяком случае, так должно быть Если я ошибаюсь, можете поправить меня Лишрак, Темпларка и Чен в бане с одной стороны Ликан, Даркси, Рубик С другой стороны Это значит, что Сирена отходит команде Мим Туда же Бесмастер, Веник Разменивают на Энигму инвокера и Морфа Ну и так же Бруда есть Мало как ты можешь вывести Игру с Версутой в одном составе Во-первых, я никогда с ним не играл И без понятия, что Что там будет Во-вторых, как бы Я думаю, что все настроены на фаны Никто не будет там Говорят, что я экран не включу Sorry Проиграли Фнатик, проиграли СЕ Ну да, вот в этом плюс Если ты обыгрываешь основных фаворитов Но проигрываешь аутсайдером Тебе всяко лучше Если наоборот Ты выигрываешь аутсайдеров Но проигрываешь тем, с кем ты борешься Другое дело, что и там Нужно было очки набирать Ну да ладно Да, на Ави играли Но еще на Ави играют Против Фнатиков Правда, скорее всего Мы игры на Ави сегодня смотреть не будем Ну ребят, ну это лол Просто Ну вот я мог бы покомментить Начало игры на Ави против NextKZ Ну и чем в итоге все закончилось Десятиминутным разрывом То же самое будет с Фнатиками Ну и сейчас мы Даже по мимам должны увидеть Насколько команда Фнатик Не готова еще К большой доте, скажем так Может быть Они конечно сейчас опровергнут мои слова Но по факту Они вот выиграли в Virtus.pro Из-за одного лишь адмирала бульдога Который эту команду просто вел за собой И просто тащил на своем медведя При этом еще и координировал Есть у меня такая инфа Все То есть Вот этот стендинг Просто парень Который играет на Лондруиде И в профессиональной команде не рвется Он сильнее Чем эта профессиональная команда Сами подумайте Ну и состав мимов Он несколько неполный Потому что уже который день За них играет Райс стендингом Но хотя он представляет Тим Шакира Не знаю, может его в основной возьмут Но скорее всего нет Калькус, Балзам, Райс, Нина и Адзе Они так достаточно давно играют уже Но не знаю В состав мимов Райс не входит Насколько я понимаю Так, я сейчас посмотрю На всякий случай Состав команды Сейчас будет Нави и Харьков А что там Переносы какие-то Ну Если уж там какие-то переносы Я не могу за этим следить Онлайн Поэтому буду очень признателен Если вы об этом напишите Так, я сейчас хочу посмотреть Состав команды мим Да, у них не Райс У них линк в составе У них три дачаи на три немца Нина, Адзе, Кочква Это немцы И дачаи на Калкулс, Бальзам, Линк Так, одну секунду, ребят Я только выступаю Зачем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тоже все достаточно читаемо Не ставят DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ха Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот они тролли Самый худший респаун Который мог быть Ну и что? Ну и сейчас они убьют этого профита Привет тебе Тролли убивают Ферст левельного профита Потому что Очень легко Браво Бест профит Оф зе ворд Вообще отлично Ну он правда там денег не имел Я так понимаю Закупился Но вот это такая фигня на самом деле Зачем это делать вообще? А если сюда какой-нибудь бест придет? Убили курьера? Да ладно Неужели на этом профите? Действительно на профите убили курьера Ну это такое лол вообще? Вот сейчас ребят поняли Где сидит профит? И идут за ним Охренеть И профит еще убил курьера Он вызвал пеньков Убил имя курьера Еще одни тролли Вообще норм Такой Как-то, видимо, не смотрели матчи, что ли Если они смотрели матчи команды Мим, они должны были знать Райс, когда ему дают бестмастер, он в каждой игре это делает В каждой абсолютно игре Ой-ой-ой, бальзам еще может умереть Нет, бальзам выживает Абсолютно в каждой игре Райс идет на сложную, ничего там не доказывает Ну, потому что бестмастеру ничего там не доказать Идет на карту, смотрит, есть ли руна Руну, даже если не находит, просто идет на мид И пытается убить хардлайнера Ой, хардлайнер, соло мидера И против Virtus.pro у него такое прокатило в первый раз Во второй раз у него такое не прокатило Я уже, честно говоря, не помню против кого То ли против Na'Vi, то ли против CLG Ну, не суть, важно И вот теперь он исполняет это в очередной раз Ну, а профит здесь просто на халяву крепится Лол Он, конечно, оставляет на фрифарме шторма Это не очень хорошо Лучше, возможно, было бы отвезти Но, возможно, пеньками ему бы и не дали отвезти здесь Тем более здесь он, казалось бы, ничем не рискует Но эту штуку надо наказывать Просто наказывается это все очень просто Ну, конечно, ладно Давайте посмотрим на остальных 25 крипов у шторма из-за фрифарма Но 22 у Марфа Не сильно он, в общем-то, отстал У Сирены всего лишь 10 крипов У Инвокера 9 Инвокер не сильно проигрывает Но вот Бестмастер, конечно, ему насолил Очень-очень серьезно 25 крипов у Энигмы Да еще и профит забирает 8 крипов, а у Беста по-прежнему 0 И он медальку еще себе сейчас купил Ну, с медалькой у него-то вообще все отлично Он сейчас будет там крипов убивать Ой-ой-ой, как? Ну и вот так вот профит практически на халяву Поднял себе третий с половиной левел То, что он вначале умер Это вообще никак не сказалось Потому что ничего он не потерял Золота вообще не было Поднимает Инвокер в воздух Бальзама За ним идет Адзе Нет, Адзе не убьет Курьер возродился Он еще и Курьер убил Вообще, да, профит-то получился неплохой Халкулос, пятый левел Пока нет, шестого дальше он не пойдет Ломают вышку Нина идет за ним У Нина вторая эзершок Это больно Сюда дает ТП Энигма У Энигмы У Энигмы второй Малифайс Сейчас нужно запирать Запирать, ну куда же уходит Нина? Ну что ты делаешь? Стягивают Нотейла Медалька Добивает все-таки Нина Ну и что сейчас? Убьет или нет его Штуарм? Последний удар Нет, не успевает нанести Да и все равно не пробивал бы Профит все рассчитал Один в один размен Примерно равный размен Но мне кажется, что Шадоу Шаман Если бы пошел просто по прямой У него было бы больше шансов Он бы также бы использовал фласку Но он вместо этого куда-то пошел В лес прятаться Перемудрили Мим ведут 3-1 Ну на самом деле 2-1 они ведут Потому что они забрали ФБ Они разменялись один в один А вот этот вот Еще одна смерть Это нейтральные крипы Убили профит Просто-напросто Ну да, не было денег поставить варды Но здесь дело не только в деньгах Здесь просто топоров Бистмастера бы хватило Ой-ой-ой У меня Сори Вылетел Из дотки Умирает Шнекл Скалкулос поднимает 6-ой И начинает В активном стиле Пеньками профит Я так понимаю Боялся просто отводить Потому что боялся Что убьют пеньков И он останется просто без экспы Он пошел вот в такую вот тему 2 тп на деф Энигма У Энигма Есть 6-ой Блокхол в Калкулоса Солкетчер Сбивают Блокхол Калкулос уйдет сейчас Просто Ну что делает Калкулос Какой-то нереальный пинг что ли у него Почему он не улетел на ульте Я не понимаю Там была возможность Там не было Сайланса уже Заденаили вышку в миде Ну и 4-2 Смерть Калкулоса Это конечно очень неприятно Ну и профит Уже с медалькой И Главс оф Хейст Да Вообще надо взять на заметку Что Не все так плохо У этого профита бывает И что если его действительно Там не наказывают Если он просто Приходит Даже отдается на этих троллях А это ведь были тролли А если бы там были не тролли А сразу урсы Он просто их убил бы Момент конечно интересный Но возможно эту тему пофиксят И крипы просто начнут оттуда убегать Хотя как бы они оттуда не убегали Все равно профит будет их бить Они же все равно будут возвращаться Да Тут ничего не придумаешь Наверное Не надо сейчас сравнить Бестмастера и профита Ну тяжело их пока что сравнить У Бестмастера четвертый У профита шестой У профита 18 крипов И у профита общая ценность Составляет 2300 монет У Бестмастера 2400 монет И у него еще стэк Ну короче все равно Бестмастер лучше Отстоял свою сложную В инвиз уходит Бальзам не догнал инвокера Да и сейчас Бестмастер Перефармить должен профита И по опыту и по золоту Летят за профитом Профит очень мало маны Статик Реман поставлен Отличный электрик вортекс Ну все великолепно сделали Убили Шторму нужно уходить Использовать фласку Сразу же Он использует фласку Ой мор что-то завтыкал Заблудился в елках У морфа очень низкий Мофф спит И шадоу шамана Ему догонять тяжело Хотя у шамана тоже низкий А у них одинаковый Мофф спит Тоже у шамана Размен шамана на профита Ну опять же более-менее равный Размен No tail Soul ring 1200 монет Бутс оф спит Бестмастер продолжает здесь Делать отводы И возможно пойдет сейчас на фонтан Нет рискует Ну вот опять же сейчас А вдруг найдет кто-нибудь Бесстрашный бестмастер Поднимает шестой Получает ультимейт Приносит себе фласку даже Вот так вот Не хочет уходить Хочет закрепить этот стек уже Ну все у бестмастера есть шестой Бестмастер должен Что-то начинать делать Бестмастер это очень сильный герой На шестом левеле Вот как бы пятый бестмастер Это круто Но шестой бестмастер Это в несколько раз круче Там допустим Если сравнить ту же СМ Хоть она пятая Хоть шестая Разница небольшая У бестмастера все Резкий скачок происходит Потому что его ульта Она невероятно полезна Soul ring Еще топоры Не забирает пока никого Но судя по всему Здесь остались Ой-ой-ой Раз, два, три, четыре Пять Шесть Семь, восемь Это что, сколько? Восемь стеков он что-ли сделал И здесь остались только большие монстры Ну и какие-то пару маленьких Которых еще не добиты Да, семь, восемь стеков от бестмастера Райс просто великолепно все делает И я так понимаю Он еще кидает топоры Кидает их иногда по таймингу Чтобы еще дополнительный стек Там появлялся Из-за этого вот сейчас Маленькие драконы все еще есть Да, но как только он заберет Вот этих больших крипов Он так сильно бафнется Вот посмотрите Сейчас он шестой Мне кажется, он восьмой получит Ой, да может быть даже и больше Бальзам фармит на миде Ничего не боится У него есть ульта И с ультом его зацепить Очень-очень тяжело Так, седьмой апнул Ну, самые сочные крипы Там остались буквально парочка топоров Калкулус имеет персиверанс Решил сыграть, видимо, через блатстоун Ноутейл в лесу Тоже здесь мега спаун Ну, не такой жирный, конечно, как у беста 2000 уеникба Через даггер решил сыграть Бестус что-то Пойнт, наверное, себе купит Нет, покупает вангвардик Обычно Райс предпочитал Пойнт-бустеры Сейчас он собирает вангвард Но это не взаимоисключающее Поэтому Ну, просто он так Покупал Пойнт-бустер Либо выходил в Аганим Либо оставлял его И Аганим Прикупал чуть позже Снизу пушит Шадоу Шамана Шторм И дефит профит Что у профита? У профита восьмой У профита есть Мидос Но нужно идти Его забирать уже отсюда Он дефит вышку Тоже все правильно делает Ну что, беста? Да, бест получает восьмой И чуть-чуть Немного опыта Сверху И в результате Примерно с профитом Они на одном уровне сейчас Интересно Хорошая игра от хардлайнеров И от того, и от другого Ноутейл с Меккой Все-таки решил подфармить Мекку Я считаю это правильно Вот когда у тебя нету В команде Мекки У тебя есть Энигма Лучше купить Меказм Ты гораздо больше выиграешь Чем с этим Даггером Ну и как бы я жду Какой-то активности От бестмастера Пока ее Нету ДД Ну под ДД Не надо меняться Уползает Ой, какой Блэк Холл От Ноутейла Что ты делаешь? Ноутейл Зачем Блэк Холл? Ну подстань ты ее первым скиллом Подойди вплотную Костани Блэк Холл Ну Костанет она Сон уйдет Ну и ладно Не вышло Ну зачем же так? Конечно на игровой ситуации Это скажется не сильно Все равно сейчас Блэк Холл Особо не нужен Хотя Как посмотреть Вдруг понадобится Ну это просто такая вот ПГГ ПГГшка Да Поражают Фнатики сегодня Нас красивыми моментами В своей игре Но вот к сожалению Со знаком минус Ну и вот так вот Бальзам поступает Его тут чуть не убили Он просто уходит на ТП Не отхиливается Вангвард у него Есть в этот момент Драка снизу Шадоу демона забрали Вот как раз таки С ультом Бестмастера Ну и Веника убили Опять Один в один Пока что Фнатики очень неплохо действуют Они Каждый килл Разменивают Любую активность Мимов Они разменивают На что-то Бист Бисту Больно Нет Биста не пробить С Вангвардом Слишком много хп Решают инвокер Остаться Бистмастер Находит хосту У него 40 секунд Кулдаун Ультимейта Правда Профиту нельзя Кастовать медальку Когда рядом с ним Бист Ну нельзя же Сейчас он тебе топоры Откинет Ну мы за инвокером Погнались Просто под медалькой Очень больно Топоры летят Так-то у него Плюс 6 армора есть Топоры Не так сильно Тащат Снизу забрали вышку У морфинга Практически есть линка Ну и он уходит Уходит он на топ На топе Калкулус У Калкулуса 1800 Скорее всего Калкулус будет разбирать Свои аркантапки Но не сейчас конечно Как только он купит себе Поинт бустера Виталити бустер Чтобы собрать Бладстоуна Во второй доте Это гораздо проще Сделал чем в первой И все этим пользуются Ну вот у него уже Есть 2000 Ему остается 300 монет Надо фармить До Бладстоуна Можно начинать уже С ним Копить зарядики Приносить много пользы Пока что шторм Не назвать его Прям супер Каким-то активным Но неплохо играет Выехали на морфа Морф успел Включить перекачку Ульт от бестмастера Мека Сейчас будет Нет Блэкхолла нет Морф все равно уходит Профит Сюда же прилетел Нина Битый На Нина медальку У Нины мало хп Нина отступает Убили репликейт Очень важный момент Сейчас морф мог просто вернуться И убить этого шадоу шамана Хотя у него там не было хп Ему нечем было отхилиться Не стал он этого делать Инвокер Какой же прочный райс Да Собрал очень много урона Поднимает его в воздух Успел нажать стиги 340 урона Бежит за ним дальше инвокер Здесь же бестма Здесь же Нечер профит Остается один выстрел Бестмастеру И его не добивает Нужно кастовать гель Ультимейт Есть сентрики Минус инвокер Бестмастер Великолепное решение Собрать вангвард Как же много урона Он сейчас собрал Еще и выжил Да Инвокеру Одной тычки не хватило Он предпочел развернуться Ну в принципе правильно Там был виномансер Другой вопрос в том Что его уже зацепили Ну и вот он Бладстоун От Калкулуса Собрал он его Только после киллап И не смог получить Бонусный заряд Ну в принципе Не так страшно Все равно Бладстоун Есть Бладстоун Все равно хороший реген маны Дает Наверное Один из лучших регенов Если не самый лучший Реген маны В доте Бладстоун Бладстоун Профит покупает Уже ультимат орб Да очень неплохой получается Профит Прям много пользы От него От Беста Хороший блокхол Нужно добивать Сирену Добивает ее Вейвом На этот раз Отличный блокхол От Ноутейла Поднимает Шадоу Шамана Получает Хекс Ульт Затягивает Шнеклса Идет Размен Шадоу Шамана Инвокера еще и спрятали В купол Отлично Инвокер еще может Отсюда уйти Да инвокер уходит Калкулус вынужден Ретироваться Использует стики Под соулкетчером Драться не очень хочется Ой Калкулус Хорошо что накопил ман И уходит отсюда Калкулус И вряд ли его морфинг догонит Хотя Все может быть Сейчас дать волну Репликейт Побежать репликейтом Сразу два ТП Идут за морфингом Морфинг уходит на волне Нага забирает ДД У наги вангвард 800 монет Ну так себе на самом деле Нага У морфа гораздо больше крипов Морф гора За больше пользы приносит И вот знаете Не зря я выбрал этот матч Действительно Фнатики сейчас имеют шанс Мимов обыграть А мимам то Ой как не хочется проигрывать Мимы сейчас проигрывают У них ситуация становится Очень печальная Они даже могут не попасть Из-за этого поражения Нет по моему У них все таки еще запас есть И даже с этим поражением У них шансы высокие Ну пока что никакого поражения нет Но у фнатиков Хорошее преимущество даже есть Да Ну и видно по игре Что Эра очень хорошо отфармливана В то время как у Сирены Не чувствуется как-то силы Сирены Шторм тоже так себе получается Профит Пинками отводит Крипов Пошел ультимейт Профит убирает Виномансера с ульта Энигма Есть даггер у Энигма Можно купить себе даггер Даггер будет сейчас Самое то вообще Шадоу Шаман Сирене нужно уходить на ТП Практически одновременно Заканчивается ТП и Сон Уходит Сирена Уходит Шадоу Шаман Но опять же ульт Куда-то в никуда потрачен А, Блэк Холл на кулдауне Конечно Вот почему не закупает даггер сейчас Хотя с таким фармом Уже и БКБ скоро можно собрать будет И непонятно что здесь круче БКБ все таки или даггер Как мы видели много раз Что против Сирены Гораздо лучше заходит БКБ чаще Шторму ничего не сделать с морфингом Потому что Его Электрик Вортекс не работает Но морфа из-за линкен сферы Больше ее сбить нечем на данный момент Бестмастер под холд снэпом Нет, слишком много хп Бестмастера не пробить Под хостой Шторм Шторм полетел На Шадоу Демона Тянет его Минус Шадоу Демон Энигма Малифайс не успевает Скастовать Калкулус уходит Ну вот это было неплохо От Калкулуса Выбрал момент Выбрал цель Есть Ворт Убил Шадоу Демона Ушел Сверху падает вышка И на Рошане В этот момент Фнатики Рошана забирают Морф получает Аегис Репликейт Энигма Ненастоящий Калкулус Потратил много Мана Энигма Все-таки Даггер купила Морф Влетает Получает ульт Линка Работает Энигма Под станом Бестмастера ЕМП Раскастован Шторм уходит У него еще достаточно много Мана И хороший реген Он еще может уйти Да он уходит Делает ТП Ой-ой-ой Могут сбить ТП Не сбивают И двое застревают Наверху Инвокер тут же ТП аут отсюда Использует Мидас Продает крипов Профит Ну и что у него До хекса И вот у профита Уже скоро хекс Буквально 200 монет Ему осталось До хекса Это очень И очень жестко Да это хекс На 22 минуте У профита Который стоял на харде Ну как бы По дефалту Он там стоял На самом деле Естественно он там не стоял Он начал с крипа Нейтральных крипов Забрал курьера Из-за этого быстро Получил Мидас И вот сейчас Он уже 13 У него уже есть хекс А правда нету Ботинка у профита Ну хотя бы Обычный-то ботинок Нужен Ну как же так Госкипетр Морфлинга Счет 8-8 Преимущество Команды Фнатик Достаточно Уверенное Они продолжают Его наращивать Ну и ждем Каких-то Более активных Действий Вообще-то я бы На их месте Не тянул Ну они предпочитают Пофармить Еще немного Просто не очень Хорошо тянуть Против Бестмастера Сирены Герои очень сильные И Сирена Как только получит 16 Будет все гораздо Сложнее Потому что у нее Будет очень маленький Кулдаун ульта Все драки Практически Она будет этим ультом Портить Вот сейчас У Сирены Нету маны Но там все равно И стики Все равно Она скорее всего Уйдет Момент был неплохой Морфлинг Выехали за Штормом Нет Шторм Слишком быстрый Его просто так Не догнать Летит Но ему дают Первому Хекс Запирают Сейчас будет Шеклз Успевает он Захексить Энигма дает Меку Малифайз Шторм уходит Маны очень мало Ульт Сирены У Энигмы нету Маны на Блэкхолл Но сейчас будет Сейчас просто отсюда уйдут Бейсмастер должен Кастовать ульту Кастует в Энигму Энигма успел отступить Профит Все-таки уходит ЕМП Минус Сирены Ничего себе урон От Инвокера Ульт Веника Больно Но по-моему Поздновато Морф идет дальше Есть адаптив страйк Адаптив страйк Даже не использует Фанатики Разбирают Мимов Всего лишь Профита потеряли В размен на 4 Сверху остается Калкулус Неуловимый Калкулус У которого 8 зарядов В Бладстоуне Которого очень тяжело Поймать Поднимает его Вверх Нет Там 200 мана Он сейчас уйдет Но Колд снэп Работает очень неплохо Ставит Стать хриман Уходит на ТП Да Фнатика Все лучше и лучше Ситуация Профит сейчас Просто не ушел Из-за того что Сапога не было Я уж не видел Кто его там убил А Ну по-моему Шторм его и убил Да Там даже с сапогом Тяжело уйти И у Шторма Ультимайтера появляется Ну по-моему Шторм это единственный Персонаж у которого Все более или менее Неплохо В команде Мим Рейзер Потому что у фанатиков Ситуация лучше Гораздо Ой морфлинг Викетс Сик Шикарно Ой Ну что за Блэкхолл От Ноутейла Боже Хекс в Калкулус И Калкулус Остался здесь Калкулус Убивает его Морфлинг Вот этот Блэкхолл Не такой уж и плохой Оказался Битый Морф есть у него Аегис Сейчас будет Этериал Профит попытки улететь Профит улетает Практически без хп Эра Перекачивается Очень медленный Адаптив страйк Год лайк Морфлинг Трипл килл Продолжает меняться С бестом Слишком много хп Еще дает Вейв Еще адаптив страйк Есть Адаптив страйк Последний удар Не наносит Но Профит Может лететь Сейчас куда нибудь Сюда Нет уже ничего Нет Решил не рисковать Пять зарядов Блокстоу не осталось Летит За Энигмой Настигает Энигму Минус Энигма Профит решил Не влетать Все правильно сделал ЕМП Нина Захексили Нина Заперли Минус Нина 10-04 У Морфлинга Там продолжает Драться Калкулус Калкулус Нужно убивать Фитски Пока он не успел Уйти в дисрапшн Он уже уходил В дисрапшн Почему-то не накинул Ультимейт Хотя нужно было Это делать И Калкулус Продолжает Пока что Ну хоть как Дотянуть Для своей команды Эти драки Хоть какие-то Размены он делает Он собирает Практически все Киллы У него 8-2 Но это не помешает Мне кажется Фнатикам Закончить эту игру В свою пользу Потому что На всех фронтах И посмотрите У Морфа 900 хп всего лишь Сирена 1300 Нет С прокаста Он ее не убьет Не убьет Он ее с прокаста Купи себе ПТ Для телетапки Не знаю Что ты хочешь Видит Беста Но у Беста Еще больше хп Да ладно Неужели он убьет Беста Он убивает Беста С прокаста Лол Неужели Морф так много Снимает С прокаста 1400 хп Было У Бестмастера Беру Свои слова Обратно Но мне казалось Что не снимет Он А я кажется Понял Да Дело в том Что Морф Обычно Собирает Этериал Первым айтемом Здесь он Собрал Линку Этериал И у него Гораздо Больше статов Из-за этого Из-за этого Убил Да Так Примерно 1200 хитов Сносит Морф Купил действительно Все эти летапки Необычный выбор Но теперь он будет Очень мобильный За спину Кадзе Идет в лед И Адзе Очень плохо Адзе Ловит Хекс Адзе Умирает 18-11 В пользу Команды Фнатик Но Фнатик Разрывает Своих Визави Да Мим явно Не ожидали Такой прыти И Я был уверен Что Фнатик Сегодня Не очень Слушайте А так еще Можно Нави Будет против Фнатик Посмотреть А вдруг Ну Нави Конечно Должны брать Ну мало ли 1900 Монета Морфа Появляется Сверху Он еще Может сейчас Один ультимейтор Купить Да Но здесь Конечно Сейчас можно На статы Какие-нибудь Скади Понасобирать И с Этериала Убивать Ой-ой-ой Как больно Если он уже Всех с Этериала Убирает Наверное Шторма Только не уберет У Шторма Откуда Не возьмись 1800 ХП Бладстон Плюс Ультимейтор Плюс Большой Левел Все-таки 18 уровень Много он убивал Делает Делает ТП Домой Ну Хекса Еще Нету Инвокер Решил Не собирать Хекс Решает Купить Поинт Бустер Я бы на месте Инвокера Собрал Хекс Аганим Это замечательно Это для Инвокера Но мне Все-таки Кажется Аганим Больше Решает Чуть Более Поздней Стадии Здесь Хекс Поэффективнее Ну хотя Как будет Исполнять Посмотрим Шторм Летит Цепляет Шадоу Демона Поднимает Вверх Шадоу Демон Успевает Себя спрятать Дефендинг Бласт Успевает Шадоу Демон Раскастоваться В Бестмастера Бестмастера Очень больно Бестмастер Подсол Кэтчером Нужно быстрее Было по нему Нет Подсол Кэтчером Была сирена Но Бестмастеру И так Хватает Морф идет Дальше У Шторма Мало Маны Не набиты Даже не гоняются Они сейчас За Штормом Догоняют Шторма Минус Шторм Блэкхолл был От Энигмы Энигму Малифайс Хорош Сирена Не дотягивается До Энигмы Сон Иноутел Выживает Да Великолепная игра От Инвокера Поднял иллюзии В противном случае Могли иллюзии Скастовать Рептайд И убить эту Энигму Есть Ультимейт Орп От Морфа И больше пока что Ничего нету Ну еще 700 900 Монет сверху И Шторм Умир Умер Умер Было 8 зарядов У него Ой-ой-ой Что творит Морфлинг Слушайте Нуэра Прямо молодец Сегодня сыграл Очень-очень классно Действительно Гораздо эффективнее Сирены Но он и стоял На легкой Профит Покупает себе Сразу ПТшку Теперь у него Нормальный Мух спид Идут вниз Последняя Теперь 2 Вышка Снизу Морф 1400 Много Ловкости Ну да И я там видел Что он уже Шторма Практически Убивает Нужны хексы Сейчас Весь Очень неплохое Начало Действительно Но вот так Казалось Что это Полный Фейл Он вначале Исполнил Первый Умер Причем Умер На нейтральных Крипах Оказалось Что все Отработано Молодец Что еще Тут скажешь Инвокеру Фаржей бы вызвать Что-то он Не хочет Этим Заниматься Ну да Ладно Шторм до сих пор Без хекса Шторму конечно Печально Нужен ему Хекс Остается ему Буквально 700-800 Монет До хекса 2400 Монстром У профита Но он до сих пор Мертвый Он просто Прикупил его себе Пользуюсь случаем В инвизи Морф Идет вниз Бестмастера 1500 хп Но теперь-то Бестмастеру Уже Должно быть Гораздо страшнее Потому что там Морф Гораздо более толстый Посмотрите Он полностью Перекачан в ловкости У него при этом 1300 хп Хороший показатель Молифайс На адзе Хекс Минус адзе Ой-ой-ой Как много сносит Адаптив страйк Просто нереальное Количество времени 500 монет Калкуса До хипса Да, но не уверен Что хекс Здесь много чего изменит Ветра есть У Энигмы Интересный артефакт Бестмастер Бестмастер умирает Снизу от морфинга Но морфинг по-прежнему Без смертей 17.04 Забирает еще и вышку Скади есть У морфа Интересно Что он купит Скади Или все-таки Манту В принципе И то и другое Было бы неплохо Пока что Оставляет деньги Сверху Ломают вышку Шадоу Шаман И Шторф Спирит Но вынуждены возвращаться Слишком много урона Наносит морфинг Нина остается У Нины есть ТП Он вернется Фортификейшн Минус вина Мансер Энигма Вот это хороший Блэпхол Как раз в двух Самых жирных персонажей В результате Шторм умирает Нага умирает Шторм выкупается Несмотря на то Что у него есть Блэдстоун Слишком долго Он бы возрождался бы Но бараки Они теряют на нижней стороне И идут дальше У морфа сейчас Откатит прокаст И он по второму кругу У кого-нибудь укатает Хотя Беста уже сложнее У Беста появляется Худ Худ слишком большой резист дает Чтобы убивать его С этими ХП Бест поднят в воздух Морф Просто Этериал Адаптив Минус Шадоу Шаман Минус Бестмастер Остается только Шторм Минус Шторм Веник 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 Естественно Сюда уже Не ломится ГГ Пишут Мимы И Мимы Выигрывают матч Параллельно Я так понимаю Игрался матч Нави Против Харьков И я не знаю Чем он закончился А ну вот так вот То есть это еще один Добавочный матч Сегодня Говорят что еще играют Ну тогда мы сейчас туда переключимся Да давайте Поехали Переключим